Приветствую вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы с нами на «Импакте». Это программа «Влияние». Я ведущий, моим собеседником сегодня, мой друг является Виктор Гайдучик. Приветствую. Добрый вечер. Приветствую, Юрий. Спасибо за приглашение. Миссионер, евангелист, служитель церкви. Вот, так сказать, зона твоего служения, объем служения большой, ты работаешь интернационально, работаешь с Ассамблеей Божией уже много лет, автор многих книг, вот которые, некоторые из них мы даже представляли в эфире. В прошлый раз. В прошлый раз. И если вы, друзья, пропустили одну из последних программ с Виктором, которые я имел, вы пропустили много, но не все. Она где-то есть, по-моему, на Ютьюбе. Можете найти о тех, так сказать, внутренних переживаниях и тех обстоятельствах, и тех долинах, в которых ты был, и откуда Бог тебя поднял. Поэтому welcome back. Спасибо. В здравии, благополучии. Спасибо, Юрий. Спасибо. И очень рад. Также я искренне рад, Виктор. Мы перейдем к теме сейчас, Виктор. Да, пожалуйста, да. У тебя есть интересная тема, и ты ее озвучишь, тебе легче ее озвучить. Давай, и мы войдем в тему прямо сейчас. Да, знаешь, Юрий, вот в прошлом году, когда произошел кризис в Украине, и я с глубоким смирением могу только сказать и, конечно, благодарить за это Бога, так как мы связаны с многочисленной аудиторией, то есть количество церквей, которые есть в Калифорнии, и, ну, в основном, в Калифорнии, скажем, ассамблея Божья имеет где-то полторы тысячи церквей. И вот пастори начали звонить и приглашать на служение различные митинги. И практически мой календарик 2022, 2022, он заполнен каждое воскресенье. И однажды я поймал себя на мысли, ну, приезжать в церковь, ну, как я должен себя представить, кого я должен представлять, Украину, я не хотел представлять, ну, как мне быть, я молился. Я как-то, как-то оно не то, что вот только в прошлом году, вот этот подход, который я имею очень многие годы, но я услышал слова одной песни, наверное, это православная писательница, и она пела, и вот там были такие слова. Я, если у нас, я думаю, время позволит, почему вот эта фраза возникла, так как мы, прежде всего, так как мы служители, так как мы в служении, мы должны знать, ну, кому мы служим, кто наш господин, на чьей мы территории. Церковь – это чья территория? Кафедра. Кафедра? Я даже не знаю. Кафедра. Кафедра. Чья – это кафедра? Вот. И вот эти слова, они поразили меня. Они звучат так. Привлекать людей к себе – значит отвлекать от Бога. И я, когда услышал это, и оно действительно, ну, пронзило мое сердце, я ставил себе вопрос, задавал себе вопрос, опять же, я говорю, 20-22, прошлый год, почему ехать, зачем, кого представлять, чего представлять, вот. В церквах, в американских. Да, в американских. Различные конференции, мы имели даже несколько конференций. Ты больше, прошу прощения, ты больше служишь в американских церквах, чем в славянских. Да, да, в американских. Процентов 90, наверное, ты служишь. Американские, испанские, потому что Калифорния, много испанцев. Вот. И различные другие там национальные группы. Вот. И я все-таки, ну, думаю, это какой-то пласт времени, много воскресений. И я каждый раз, когда предоставлялась эта возможность, я повторял эти слова. Кого я представляю? Привлекать людей к себе, значит, отвлекать от Бога. И поэтому я каждый раз пытался в центре поставить Иисуса. Вот. И я думаю, что это очень важный принцип. А как возникла эта фраза? Интересно. Может быть, Юрий, ты где-то читал, может, кто-то знает. Это песня о святом человеке. И, значит, вот такое сказание «Был святой человек». И все замечали, что он святой, и действительно, он должен обладать чем-то более таким сверхъестественным. Он достоин этого. И вот услышали ангелы, как сказания, ну, сказания были или притча. Вот. И они говорят Богу, слушай, давай его наделим даром чудотворения. И Господь говорит, пожалуйста, если он захочет. Ну, пришли к нему и говорят, Бог тебе хочет дать дар чудотворения. А он начал отказываться. О, ни в коем случае. Не-не-не. Это я могу только молиться. А исцелять – это прерогатива Божья. Ни в коем случае. Я отказываюсь. Тогда они говорят, ну, давай мы дадим тебе дар красноречия, чтобы тебе привлекать людей к Богу. О, ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Этого я ни в коем случае не хочу. И вот здесь как раз родилась у него эта фраза. Привлекать людей дал дар чудотворения. Это, ну, естественно, люди будут удивляться. Слушай. Круто. Как это крутой мужик появился в проповеднике. Евангелист, смотри, смотри, слова все, короче, там потоком, потоком и сильные слова он может говорить. Нет, нет, он сказал. Привлекать людей к себе значит отвлекать от Бога. Потом они говорят, ну, тогда иди, делай добро и привлекай этим людей к Богу. А он дальше продолжать сопротивляться и говорит, нет, нет, я не могу. Я только хочу милости и благодати от Бога. И вот ангелы задумались, но они нашли такой вариант. Они разговаривали между собой и говорили, давай мы сделаем так, пусть его тень все делает. Так как он не может увидеть свои тени, пусть тень его исцеляет, приносит благословение для людей, ободряет. Вот с тех пор этот святой человек ушел. И... А крылатое выражение осталось. А крылатое выражение осталось. И его тень, потому что он не знает, что его тень, он не может, мы не можем видеть свои тени, правда же. Виктор, в подлинности и в правдивости этого утверждения и вот этой темы, которую мы решили с тобой поднять. Смотри, мы живем в такой период, что очень много, особенно в Америке. Да, и это начало иметь место и в Украине, и в России одно время. Когда одноименные служения, личности, фигуры духовные с лидерскими качествами, они, к сожалению, вытесняли личность с большой буквы. Это имело место. Я, может, расскажу вам, что я улетал, прям сейчас, наверное, не отходя от кассы, я улетал из Сиатла в аэропорту. И я прохожу по специальной линии, потому что я много летаю, две минуты, и я уже, ты знаешь, о чем, ТСА и ПРИ или Глобал там все это. Вот, и я прохожу, не разбуваясь, быстро прошел и кинул, так сказать, свой взгляд в левую сторону, а там общая большая очередь стоит. Очередь толпа, да. И я смотрю, один из известнейших духовных лидеров в прошлом, это Бенихин. Бенихин? Бенихин. Стоит в очереди с сумками. Да ты что. Вау. Для зрителей, которые не знают, кто это такой. У него свои частные джеты были. Да, да, да. Его охрана, его охрана, у него было в среднем 5-6 человек, огромных таких телохранителей. Да. Огромных. Однажды мы с ним в Москве были, это так, приоткрываю завесу. И мы вышли на Красную площадь, и это его телохранители, огромные, на три головы выше меня, я высокий. Да, да. Они отгоняли всех от нас, потому что, видите ли, вот, ну, мы несколько человек, мы идем по Красной площади, никто не имел права приблизиться к Бенихину. В какой-то период это действительно нужно было делать, потому что, слушай, там… Всякое дело, совершенно верно. Да, 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 это нет ничего. Совершенно верно. А здесь он стоит, да. А он стоит с чемоданами, он стоит с чемоданами. И я как раз подошел, я беру свой, и вот с правой стороны, а он с левой стороны свои берет, вот. Ну, и мы имели хорошее общение, обнялись с ним и прочее. И это, и имели хорошее общение. Вау. Это говорит о многом, Юра? Смотри, и он сказал так, что, говорит, Бог меня научил. Был такой период в моей жизни, когда к себе притягивал, потому что само имя Бенихина ассоциировалось с Духом Святым. Для молодого поколения, которые были взращены в 90-х до 2000-х. Дух Святой и Бенихин, особенно после его книги «Good morning, Holy Spirit», «Доброе утро, Дух Святой». Но Господь смиряет ходящих по писанию, гордо смиряет. И поэтому он понял, что в этом отношении, так сказать, он уводит от фокуса, фокусируется на чудесах, на имени, на личности. А Господь где? Вот где Господь в этом. Да, и это в подтверждении того, о чем ты говоришь. Да, Бенихин – это целая эпоха, целая история. Как бы мы ни воспринимали, как бы кто не смотрел на это, но это история. Бог использовал этого человека. И если мы смотрим, Юрий, в историю, вот, ну, разные были люди, разные были характери, генералы. И, может быть, кто-то, кто-то даже какие-то ошибки делал. Но в определенное время Бог их использовал. И за это нужно, ну, не то что их почитать, но хотя бы признавать, хотя бы уважение какое-то иметь к этим людям. Потому что Бог… Один из… в Сакраменто один из людей подошел ко мне, возвращаясь к усопшему, ушедшему в вечность Саше Колоняку. Говорит, ну, там это уже несколько лет, что-то поднял вопрос и говорит, вот, у Саши ошибки были. Он мне говорит. Да, да, да. Меня это в душе… Я обычно невозмутимый, меня, так сказать, трудно пробить, но я возмутился. Я говорю, на земле единственная личность, которая не ошибалась, говорю, это ты. Поблагодари Бога за это. Он опешил, так сказать, он сразу… Я это не говорил. Я говорю, это первое, говорю, если на то пошло. А во-вторых, говорю, личность, которая стоит перед тобой, говорю, это Юрий Чернецкий, имел не меньше, а больше, наверное, ошибок в своей жизни, чем Саша Колынюк. И он понял, что он не на того, на кого. Он думал, что я подхвачу сразу… Я заехал менять машину, там, где… Не менять машину, масло в машине, там, где эти все шапы. И там, знаешь, там вот они собираются, и он подумал, что он нашел собеседника. И, так сказать, я дал ему понять, что не туда, это ты не туды пошел. Тем более, в этот период времени… Совершенно не туды пошел. Потому что одним пальцем мы показываем на Сашу Колынюка, к примеру, а четыре пальца на меня показывают. Поэтому надо быть очень осторожным в этом отношении. Да, 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 да. Вот интересно, перед продолжением этой темы, Юра, перед своим публичным, первым публичным выступлением. Иоанн Креститель, да, мы знаем историю. Где-то он бегал, там, в пустыне, ел, ел непонятно что, во что одевал. Так Писание говорит. Но настал период времени, когда он понимал, что он должен, он должен. Это его было, ну, я так называю, публичное выступление. Он должен был встать посреди народа и что-то провозгласить. И вот прежде, чем он это сделал, он сказал, потому что его начинали спрашивать, кто ты. И он говорил, даже не называл своего имени, я глаз вопиющего пустыни. И мне особенно нравятся эти слова. Он говорит, я не достоин даже развязать ремень у обуви его. Если бы вы знали. Я думаю, что он понимал принцип, что привлекать людей к себе, значит, отвлекать от Бога. А ему нужно было указать на Иисуса Христа в тот период. Иисус первый раз также появился публично. Вот. И это была уникальная миссия Иоанна. Но он, я думаю, что он сдал экзамен. Я не достоин. Я не достоин даже нагнуться и развязать ремень у его обуви. Какое смирение, какое понимание, какая платформа жизненная? Это хороший пример. Где-то вот, идя по жизни, Виктор, вот есть, у нас есть такая слабость. Есть, к сожалению, к стыду же нашему, есть такая слабость. Есть недостаток в части нашей беседы, что, ну, казалось бы, чуть-чуть кредитов себе чуть-чуть брать, получить. Ну, это ж я такой, это мои способности. Может, мы не выпячем, может, вслух не говорим, а где-то там спутник. Оно, мне кажется, как-то вот в нашей природе этой, которую мы унаследовали. И, казалось бы, ты не хочешь иногда, но вот какие-то мысли. Ну, вот я неплохо вот сегодня как-то... Неплохо проповедь сказал. Да-да-да. И кто-то меня аж похвалил. Да-да-да. Иногда ждем, ищем, чтобы кто-то что-то сказал. Да, вот такой себе нерукотворенный памятник воображаем для себя. Но, как я сказал, наверное, это естественно, присуще каждому человеку. Но все равно, когда мы понимаем, понимаем, напоминаем себе всегда, моя задача привлечь людей к Богу. Не к себе, не к моим способностям. Практически потому, что, ну, по большому счету, Юрий, ну, мы христиане, люди, которые рождены от Бога, мы понимаем, что вся наша способность от Бога. Да, мы говорили, Александр Калинюк, Алекс, вот, способности от Бога. Семья пела, правда же? Все пели прекрасно, все хотели слушать, вот. Ну, вот это дар. Я не могу так петь, например. И нам нужно признать это. Это дар от Бога. Это не то, что он там тренировался всю жизнь. Практически они же нигде не учились музыке. Но многие из них играют на инструментах. Это от Бога способность. Так и есть написано, наша способность от Бога. Вот, и всегда нам нужно, особенно людям, которые в служении, вот это понимать и вот это, ну, напоминать себе. А знаешь, еще вот я люблю одно выражение, и это очень часто, это выражение я также напоминаю для себя. За последних 20 лет нам пришлось каждый год ехать с миссионерской поездкой в Украину. Это были разные команды. Один из моментов, когда я бывал в церквях, ну, я немножко рассказывал, что Бог делает. Вот, интересно вот, Юрий, как Бог работает. Казалось бы, я как-то, как-то вспомнил это, потому что мне мама говорила, однажды, говорит, я слышала по радио, действительно, христиане, мы были преследуемы. У нас же была, ну, подпольная или, ну, как назвать, вот церковь. Полуподпольная. Полуподпольная, где-то каждое воскресенье, но в каких-то других совершенно местах, крещение где-то в лесу, ночью где-то, братья, я, ну, слышал об этом. Вот такое время мы переживали. И мама мне однажды сказала, говорит, я слышала по радио, по-моему, один из лидеров коммунистических, он сказал, к концу 80-х годов я покажу вам последнего христианина. Это Хрущев сказал. Хрущев, да. В 60-х годах сказал. Да, в 60-х годах, к концу 80-х. Но вот практически в конце 80-х, 1980-х. Показал, показал. То есть все вышло как раз наоборот. Развалился коммунистический режим. А христиане просто вышли снова. Это же было, Юрий, это же, вот мы были как в инкубаторе, особенно молодые. Горячие. Горячие где-то сидели. Вот-вот. И мы. И так оно, так оно получилось, без всякого образования. Смотри, выпорхнулись. Сколько нововолынцев. Ну, я не хочу там опять как-то баллы для них, кредиты давать. Но все, где-то вылетели в разные города России, Белоруссии, Украины, Карелии. Америка. Америка. Начали вот это, начали церковь. Бог совершенно, совершенно по-другому. И действует, делает иногда все наоборот. Вот, и мы должны признавать его, вот, его власть. То есть, я возвращаюсь к прежней мысли. Вот, каждый раз, когда мы ехали, я помню, Юрий, может, и ты помнишь, вот эту фразу, это сказал, эту фразу сказал Василий Боечко. Много лет назад. Я знаю, он проповедовал, ну, может быть, не так часто, в Новолынске так же. Он же был. Он по сегодняшний день на импакте проповедует. Ну, слава Богу, да. Я иногда люблю слушать тоже, включая его проповеди. Вот, и... Ему 80, по-моему, 7 лет. Очень бодрый, такой молодец. Да, 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 пастыр церкви еще. Я так его люблю. Да, я люблю его, да. Вот, украинский язык. Ой, мудрость, мудрость. У него глубокая мудрость. Абсолютно, абсолютно. Да, и вот он, я запомнил, в каком он, ну, именно вот, в каком ракурсе он это преподнес или сказал, но он сказал так, что мы как нули, а Бог... Как единица. Он должен всегда стоять перед нами как единица. И вот мы, я помню, у нас была команда американцев, и они как-то это восприняли. И мы каждый год, Юрий, ты представь, каждый год мы подготавливали себя, молились вот, и мы всегда говорили друг другу, мы едем. Давайте помнить, мы как нули, но Бог как единица. Если Бог как единица, а ты как ноль, это прекрасная команда, с нею можно двигаться. И абсолютно успех будет очевиден, потому что ты поставил Бога впереди себя. Вот. А сам опять же, привлекать людей к себе, значит, отвлекать от Бога. Апостол Павел, я вспоминаю, одно время, одно время апостол Павел, он говорит, я более всех потрудился, а потом сделал паузу, и видно благодать Божия, как осенило его. И он говорит, впрочем, не я. Точно, это не я. Но благодать Божия. Отказался, да, сразу. Да. В другом месте он говорит, я не уступаю ничем перед прочими апостолам. Да. Перед прочими апостолами. Да, да, да. Совершенно верно. Да. И он всегда ссылался на благодать Божию. Вот скажу очень интересную мысль. мы попадаем в такого рода проблемы, в такого рода проблемы, когда мы вот якаем, 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 якаем. Да, да, да. По причине того, что мы себя видим, сравнивая, не с тем, с кем надо сравнивать. Потому что по отношению, я тебя люблю, любовью Господа Иисуса Христа. Спасибо. Ты же знаешь, я тебя уважаю. Абсолютно верно. По отношению к тебе, ну, по отношению к тебе, это для образа. Да, да, да. Да, слушай, ну я же лучше. Ну я же лучше, Виктор. Слушай. Ну конечно. Слушай, компания, импакт, как я по всему миру, да. Это до тех пор, да, пока на горизонте моем не появился Христос. Личность Иисуса Христа. Как только появляется Личность Иисуса Христа на горизонте, все, что я могу сделать, это схватить себя за голову Господь мой и Бог мой. Да. Абсолютно. Итак, вот величайшее искусство, я так думаю, величайшее искусство, это мастерство, если хотите. Да, да, да. Это все-таки видеть источник своего благословения, мудрости, которую Бог дает, источник вдохновения. Абсолютно. Источник восполнения нужд и финансовых, и духовных. Да, да, да. Потому что если, а кто там, это бомж? Ахаха-ха-ха. Мы позволяем себе бомж. Ну как это этот бомж, или бездомный. А появился Христос на горизонте. Да. Даже мысленно. И все, на что ты способен в присутствии Иисуса Христа, который на горизонте появился, ты в смирении, в сокрушении, не просто голову склоняешь, ты падаешь, мысленно падаешь, и говоришь, Господи, прости. Да. Я позволил себе занять твое место, которое я должен на тебя ссылаться, а не себя сравнивать с кем-то. Вот если бы мы так понимали вот эту нашу, и взяли это за нашу жизненную парадигму, я тебе скажу, мир бы лучше был. Абсолютно. Церква меньше бы делились. Конечно. Конечно. Меньше бы делились церкви. А знаешь, как-то Бог учил меня, и просто вот через такой момент позволил мне пройти. Я помню в самом начале, когда мы начинали миссионерское служение при Assemblies of God, Ассамблее Божьей. Для каждого из нас вот такие правила не существуют и сегодня. То есть они определяют, сколько тебе нужно бюджет, чтобы ты мог работать на полное рабочее время. Мне надо было собрать определенную сумму. И вот, Юрий, смотри, в то время, когда 99-й год, мой английский язык, он сейчас не стопроцентный, а тогда, да слушай, там это стыдно было, что-то, что-то. Я обычно говорю, когда я приехал в Америку, я знал 4 слова, Hi, Bye, Amen, Hallelujah. Два слова легко было заучить. Вот. Ну, так образно. Там, может быть, еще несколько слов. Я помню, вот я, первая церковь была Дэвис, Дэвис, Калифорния. Там есть церковь, но это церковь, Дэвис, там есть университет, американская церковь. И там образованные люди, студенты с разных стран. Пастор меня пригласил, я попросил моего сына, он знал английский лучше. Саша, сделай мне, продиктовал там, что я должен говорить. И вот смотри, я пришел в церковь, вот, мне стыдно было, потому что мой английский такой, знаешь, я, ну, можно сказать, прочитал все. Я увидел, не было никакой реакции, знаешь, вот, и... Со стороны слушателей. Со стороны слушателей, да. Вот. Они как-то, ну, не очень реагировали. Я помню, я пошел, сел в машину мою, и я говорил, Господь, это не для меня. Это не для меня. Мне нужно ехать, может быть, в сотни церквей, и, ну, это что-то не то. Я, я, наверное, это все. Надо же суппорт поднимать. Да, да, да. Надо постоянно, надо... Надо бюджет для миссионерских. Бюджет, да, да, да. Надо привлекать к себе, как-то сказать, понравиться людям. Ну, я в то время так думал. Да. Пастор принес, вышел в машине, он говорит, я сейчас подойду, дал мне чек, это был чек, 400 долларов. Ну, на то время. Ну, я... Ну, слава Богу, все. Но я сказал тогда, Господь, это не для меня. Наверное, я уже думал, звонить, я буду отказываться, это сложно. Но опять же, была церковь, следующая, Портоле. О, я сегодня очень часто, я, когда еду куда-то, я говорю, Господь, Портола, Портола, мне нужна Портола, я хочу Портола. Вот что там произошло. Мы приехали три часа от Сакрамента, мы приехали раньше, у нас был такой дочь, Басик небольшой, ну, на каких мы машинах ездили тогда, вот, даже хотя прошло уже какой-то период времени, вот, и я почему-то, Юра, знаешь, я смотрел на себя, как будто бы со стороны Бог дал мне посмотреть, и я, ну, так себя оценивал. Английского я не могу, я не могу говорить по-английски, по-украински, ну, кто меня переведет, там это или по-русски не сработает. И я, первый раз я, когда я увидел свою несостоятельность, неспособность, это как будто бы Господь мне показал, в то время, я сидел, я никогда так до этого не молился, но в то утро я запомнил слова, откуда у меня выскочили они, вот, с моего разума, с сердца, я говорю, Господь, вот, это черновичок мой, я его оставляю здесь, в машине, я хочу, чтобы ты заслонил меня собой, сегодня. Я никогда раньше не молился. Такие, такой молитвой. Да, вот такие слова я повторял. Я говорю, Господь, даже помоги мне исчезнуть, потому что, ну, я выйду, ну, сказал два-три слова по-английски, ну, надо, надо двигаться дальше, надо что-то рассказать, надо как-то представить себя. Знаешь, я не знаю, что произошло, что я там говорил, я не знаю, ну, что-то я говорил по-английски. Я только бегло, вот эту всю историю, хотел бы рассказать, много, а очень, очень коротко. Люди почему-то вышли наперед. Я молился о них, да, я молился. Подошла одна женщина, она сказала, Виктор, Бог мне сказал сегодня что-то, мы будем поддерживать. Я еще возвращусь к этой женщине. Кончилось собрание. Я не понимал ничего. Я быстрее бы мне в машину и удрать оттуда, потому что люди подходят там, надо говорить, общаться. Пастор говорит, мы купили землю, я хочу, чтобы ты помолился, поехал. Вот, думаю, ну, ну, ничего, у меня такое внутри, ну, опять, я же молился, что я опять буду молиться? Те же слова. Те же слова. Ну, все, выбора нет, поехали. Он помолился, земля, я помолился. Потом толкает меня, Виктор, у меня сегодня крещение, я хочу, чтобы ты поехал со мной, и мы будем крещать людей, крестить людей. Я говорю, слушай, пастор, я одежды не имею, я, ну, думаю, ну, все, только не то, там опять может будет заставлять меня, знаешь, у меня вот эти мысли, ну, слушай, сколько я могу, я же позорюсь только, я позорюсь, ты меня опускаешь ниже, пастор, что ты делаешь? Но мне говорят, что у тебя есть? Вот, а это был летний период, всегда я беру там шорты, одеваю, машина, знаешь, там жарко, вот, иногда кондышек не работал в то время, вот, но нет выбора, мы поехали в озеро, потому что Батисцерия не было, на озеро четыре человека крестили, он меня заставил молиться, когда мы были в озере, после крещения, и когда мы вышли, там много людей отдыхающих, они, ну, американцы редко крестят, знаешь, на улице, вот, а для них стало интересно, я думаю, Боже, ну, Господь, пусть он уже, я уже сторонюсь от него, чтобы он уже меня не трогал, он объяснил там все, и потом говорит, Виктор, сюда иди, я сейчас помолюсь, а ты уже окончишь, я, Юрий, я просто, я не знаю, куда мне, или убегать надо было, я, вот, 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 моя позиция в то время, ну, все, нет, нету чайса, нет выбора, я закрыл глаза, поднял мои руки, я не знаю, о чем я молился, как я молился, когда я сказал Аминь, и один глаз открыл, я посмотрел, люди стоят на коленях, люди стоят на коленях, и один из них, американец, он уткнул пальцем на меня, и говорит, you young man, kill me today, эти слова только я запомнил, и еще другие люди, когда они встали с колен, такое покаяние, плачут там, обнимаются, это мой girlfriend, это не первая она, и у меня как будто бы глаза открылись, и я как будто бы слышу голос, это же я, я могу использовать, твои уста, твой язык, твой разум, я могу использовать, это я, это для меня было чудо, потому что, действительно, самое большое чудо, это тогда, когда человек приходит к Господу, это представь, нужно, нужно, вот, ну, переломить, или все, переломливается внутри, атеист не служил, а тут, в слезах, Господь, я признаю тебя, вот, я ехал два часа домой, и я просто говорил, Господь, какой ты чудесный, какие мы иногда бестолковые, это нехорошее может быть слово, какие мы недотяпы, или, ну, это же Бог, это же Его царствие, когда мы действительно занимаем правильную позицию, не привлекая к себе, не имеем это в виду, а, Господь, просто, это же, это Твоя территория, это церковь, это Твои люди, по крайней мере, вот, вот, я должен что-то им сказать, помоги, чтобы я мог сказать, все, что ты хочешь сказать, через меня, не, не то, что я хочу, и так дальше, опять возвращаясь к этой женщине, Юра, для меня это чудо, я не обманываю, конечно, я не хотел бы, в передаче, там, о каких-то финансах говорить, прошло, 99-й год, и сегодня мы имеем 23-й, 14 лет, это женщина, нет, это уже 24-е годы, 24-е годы, я удивляюсь, думаю, ну, как ты можешь заставить эту женщину? 100%, это прекрасно. А потом она привлекла свою сестру, потом дочь, и просто я, вообще это не имеет никакого отношения ко мне, практически, потому что я помню этот период времени, я помню Портолу, когда я говорил, Господь, помоги мне просто исчезнуть, заслони меня, что-то сделай, ну, я не способен, я, я вот, ну, английский язык, я не могу, я, ну, я в этом, я в этом ноль, вот, и вот Бог показал, и с того времени, знаешь, Юр, я могу свидетельствовать, очень многие, такие моменты, действительно, как ученики, помнишь, когда Он воскрес, и звал их, они были, на берегу, вернулись, думали, наверное, все, конец нам, нашему служению, зачем мы, пойдем ловить рыбу, пойдем ловить рыбу, к старому ремеслу, кто-то, может, думал, зачем я вообще, вот в это прягся, три года бегал, семью оставил там, ходил, и вот чем окончилось, вот, и Он начинает их звать, не узнали вначале, а потом один из них говорит, так это же Господь, это же Он, и Он как рванул, прямо с лодки, прямо с лодки, вот, вот такие моменты, так это же Он, это же Ты, Господь, это не я, это же Ты, Ты все сделал, Господь, Ты, это Ты, Господь. И очень часто, очень часто тот период или отрезок нашего служения, которое мы должны пройти или пробежать за короткий промежуток времени, если мы проваливаем экзамен, Господь нас возвращает на круги Свои, дабы преподать нам урок смирения, богопочитания, смирения, крутости, совершенно верно, и часто мы таким образом, мы ковыляем по жизни, ковыляем по жизни, вместо того, чтобы я бы хотел молодых людей, временами я общаюсь в церкви с молодыми людьми, вот, периодически с разными, в основном молодыми, и я им, недавно я с одним человеком, он подошел ко мне, один, второй, третий, у них масса вопросов, как той, другой, третий, я говорю, не сделайте ошибки, вы, говорю, начинающие проповедники, не сделайте вот этой ошибки, потому что по молодости, по молодости, по ревности, которая была не по рассуждению, я делал ошибки в молодости, не сделайте вот этой ошибки, Потому что Бог возвратит вас на круги своя, дабы вы все-таки экзамен сдали, потому что вы провалили. В моем служении было, что я проваливал экзамен. И Господь возвращал тот промежуток времени или результаты, которые я должен был достичь, к примеру, в духовной сфере на протяжении 5 лет, я шел 10 лет, потому что я провалил экзамен. То есть я говорил молодым людям, вот не провалите экзамен. Берите пример с меня, с моих, с мой фейл. Ошибок. Ошибок, да, совершенно верно. Я учился, да. Не смотрите на Сашу Колонюка, смотрите на Юрия Чернецкого. Мои ошибки. На него не тыкайте. Не надо. Ему уже, ох, как хорошо. Там с Господом, ох, как хорошо. Смотрите на мои ошибки и берите, и говори так, Юрий прошел этим путем, я не буду проходить, ковылять этим путем. Я на его ошибках буду учиться, потому что мудрый учится на ошибках другого. А глупый на своих ошибках. На своих, да. Вот. И действительно, вот есть такое государственное, государственное структуру, устройство государственное. И одной из структур это является представительство государства других стран. Это как послы, амбассадорцы. Его задача, его задача, это представлять страну. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот недавно в Германии произошел случай, когда посол Украины в Германии, он позволил себе что-то не в попад. Его сразу же отозвали, сразу же Зеленский отозвал его, потому что он позволил. Он не имел права говорить свое мнение публично, и тем более в медиапространстве. А он позволил себе там критиковать то другое. Да, да, да. Ты представляешь страну и президента. Твои уста президента – это твои уста, а не наоборот. Да. А не наоборот. То есть вот в Царстве Божьем, в теле Иисуса Христа… Такой же принцип, похожий. Такой же похожий принцип. Царствие Божье – это территория, как я говорил, Царствие Божье. Мы служители церкви называют нас. Это его, он, ну, английское слово «босс», он распределяет, он дает каждому способности, вот, силу, благодать, чтобы мы могли представить его миру, не себя, его. И хорошо представить. И хорошо представить. На отлично, на вот, excellent, как, вот, выражаясь английским языком. Вот, поэтому мы должны всегда об этом помнить. У нас три с половиной минуты. Час пролетел быстро. Очень быстро, да. Пожалуйста, я даю тебе слово, что у тебя на сердце, Виктор, три с половиной минуты. То есть то, что поделился свидетельством, это здорово. Я уверен, что это должно и будет благословением для многих из вас, друзья. Вот сама тематика, это очень важная тематика. Да, да. Не строить свое служение на личности, на своем «я». Христоцентричность. Христоцентричность. Христос в центре, да. Совершенно верно. Это очень важно, Юрий, это очень важно. И вот тогда Господь дает нам успех и благодать. То есть, ну не то, что опять же нам, но приходит слава для Него. Да, да. Для Него через то, как мы представляем Его церкви, миру, используя разные платформы, разные возможности. особенно братья, служители, пастыри, епископы. Я думаю, Юрий, это должна быть нашей основой. Мы должны понимать. Господь сказал однажды через пророка. Не могуществом и не силою. Но Духом. А Духом моим. Бог совершает свою работу. Если они замолчат, камни сию, я использую кого угодно, как угодно. Я использую, чтобы, чтобы мое царствие было непоколебимым, чтобы меня представляли правильно, чтобы не присвоить каких-то кредитов, славы. Я думаю, что это очень важно. Интересно. Да, да. Пожалуйста, пожалуйста. А есть написано, вот, первое блаженство на первое блаженной, нищие духом. И я думаю, что в этом есть связь. Нищий духом – это человек, не имеющий ничего. Вот представьте. Своего не имеющего. Нищий, 100% нищий, который не имеет ни дома. Он не дома, ни денег, ничего, ни еды. Он зависит от подачки. И так и мы. Господь, дай мне способности произнести, дай мне способности, мудрости сказать сегодня, представить тебя. Дай мне, Господь, я от тебя завишу. 100%. А в конце для нашего пожелания, хотя, Юрий, ты что-то хотел сказать? Нет, нет, я даю тебе слово. Опять же, в притчах, 3 глава, 6 стих, там написано так. «Во всем познавай, во всех путях твоих познавай его». Английское слово «acknowledge him», «recognize». То есть «recognize» – это признай его во всем. Утром проснулся. Это он. Господь, спасибо, что я еще дышу, здоровье есть. Солнышко я вижу. Это ты. Слава тебе. Прошел день, успех какой-то ты видишь. Вот там был успешный день. Там было что-то успешное. Или вот семья со мной, дети, все, внуки. У меня уже, кстати, 6 внуков. Поздравляю. Спасибо тебе, спасибо. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Вечер. Спасибо тебе, Господь. Во всем или во всех, во всех путях. Во всех путях. Вот признай его. Это не случайность. Это не так себе, что ты там вырулил где-то на твоя, твоя, ну, такая смыкалка. Да, да. Где-то ты вырулил там, чуть ли, ну, аварии не сделал. Господь, это ты, это ты, это ты, все во всем. На этом мы и окончим. Спасибо. Спасибо, Юрий. Огромное благословение. Мы будем встречаться с тобой. Будь благословен. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»